инфляция это когда быть бедным завтра будет стоить уже на 20 процентов дороже чем сегодня увы но богатых стране больше не становится все потому что продолжающееся падение рубля сокращает реальный доход россиян из-за этого никто ничего не покупает банки не кредитуют а производство стоит и на этом фоне президент россии владимир путин одобрил действие центробанка направленный на укрепление рубля я конечно может чего-то не понимаю но благодарить набиулину за курс 65 рублей за доллар все равно что поблагодарить лесу за уничтоженный курятник разумеется упасть могло и сильнее но напомним что в конце прошлого года центробанк вообще не представлял что ему делать с падающим рублем да собственно и сейчас плохо представляет и благодарить за провал как-то это немного неправильно объем валового внутреннего продукта россии в апреле июня 2015 года сократился в годовом исчислении на 4,6 процента следует из предварительной оценки росстата по итогам первого квартала 2015 года падение составило лишь 2,2 процента в конце июля 2015 года глава минэкономразвития алексей улюкаев оценил падение ввп россии во втором квартале 2015 года в 4,4 десятых процента по оценке министра по итогам года спад ввп не превысит 2,8 процента а в 2016 году экономика перейдет к стабильному росту это он так аккуратно перенес прогноз по росту с конца третьего квартала нынешнего года всем спасибо кстати большинство россиян отправляющихся на отдых за границу не владеет никакими иностранными языками такие данные были получены в результате опроса туристов выезжающих на отдых за границу всего вопросе приняло участие 2460 человек из 15 регионов россии среди туристов владеющих иностранными языками самым востребованным стал английский 91 процент испанскому отдали предпочтение 4 процента и по 2 процента набрали немецкий и французский языки португальский итальянский и турецкий языки набрали около одного процента в совокупности вот не шучу совсем но времени сам слышал как наш турист спросил цену на сувенир в ларьке и вместо кванта коста сказал коза ностра видели бы вы глаза продавца в этот момент российский фондовый рынок открылся ростом индекс ммвб в полиусе на отметке 1706 пунктов в лидерах роста мрска центра фармстандарт префы транснефти огк 2 м видео префы мечила и башнефти аутсайдеры открытия полюс золота уралкалий фос агро гмк норникель обычка мечила и префы ростелекома открытию торгов в россии сложился нейтральный внешний фон американские индексы завершили день ростом на азиатских площадках торги проходят без четко выраженной динамики индексы обдумывают как реагировать на решение народного банка китая о снижении официального курса юаня к доллару нефтяные котировки вчера смогли подняться выше психологически важной отметки в 50 долларов по нефти бренд курс доллара на 11 августа 64 рубля 49 копеек курс евро 70 рублей 75 копеек золото стоит 2270 рублей за грамм серебро стоит 30 рублей 86 копеек за грамм цена нефти марки бренд 50 долларов 70 центов за баррель на сегодня это все удачи в делах удачи 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 Продолжение следует...